Добрый день, друзья! С вами я Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от города Краснодара, как с домами, так и с квартирами, с готовыми и со строящимися. Поэтому, если вы планируете перебраться на ПМЖ в Краснодарский край, пишите, звоните, с удовольствием вам в этом поможем. Подберем, порекомендуем локацию, объект, так, чтобы цена соответствовала качеству, чтобы вы были готовы и рады своему переезду. Работаем для вас, как агентство недвижимости. Сегодня мы находимся в поселке Ахтырском, поселке Абинского района. Интересный поселок, с хорошей инфраструктурой, все свое, уютно, обособлено, хорошие дома. Есть, что предложите посмотреть. Сейчас будем смотреть с вами дом, общей площадью 120 квадратных метров, на земельном участке в 15 соток. Давайте будем проходить и смотреть объект. Итак, друзья, мы с вами перемещаемся к дому. Придомовую территорию показали, хороший достаточно подъезд. Мы в хорошем месте поселка находимся. До школы здесь порядка 700 метров, 800 метров до детского садика. Ориентируемся на 30-ю школу и на 11-й детский сад. До поликлиники больницы здесь 400 метров, 700 метров у нас до магазина. Километр до остановочки, до автовокзала, где-то примерно 1-2 километра. В общем, такое достаточно удачное место в поселке. Дом на 15 сотках земли, огромный участок, ухоженный, здесь огромный розарий. Давайте будем смотреть, как обычно, с фасада и дальше уже переходить к осмотру дома. Дом жилой, большой, 115 квадратных метров. Стоимость объекта, друзья, будет составлять 8 миллионов. Дом с хорошим ремонтом и придомовым участком. Итак, по ширине фасада здесь у нас порядка 30 метров. Участок угловой с двумя заездами. Первые наши ворота распашные, с кирпичными столбами. И в правую сторону также пошли кирпичные столбы, фундамент. И посерединке это железо, вот крашеное железо черное. Очень симпатично смотрится забор. С одной и с другой стороны придомовой территории у нас высажены кустарники, цветы, деревья. Много фруктовых деревьев здесь. И груша, и вишня, и черешня, яблоня, инжир, слива. Все, что необходимо, все здесь у нас растет. За участком, ну, участок как огород не сажается, но в целом участок очень ухоженный и благоустроенный. Сидят туй, декоративные цветочки. Участок косится. И, собственно говоря, вот там вдали у нас виднется и черешня, и береза, ели стоят. Ну, такой симпатичный очень участок. На въезде, там где ворота, обратите внимание, с правой, с левой стороны расположился металлический каркас. И сверху плетется такая вот лоза винограда. Давайте развернемся и пойдем осматриваться по участку. То есть дом, получается, он стоит не близко к фасаду, а стоит вглубь к задней меже участка. Участок у нас замежеван, стоит на кадастровом учете. Документы все в порядке. Итак, мы с вами перешли в одну часть земельного участка. Вот с левой стороны от меня расположилась надворная построка. К сожалению, ключика нет, но это сарай. Капитальная постройка на фундаменте из блока. Пожалуйста, вашему вниманию. Вот они наши красивые деревья, да, молодые березки посажены, ели, ну и розарий. Да, огород здесь не сажается, а вот красивый участок для души содержится. Ну, в целом 15 соток могут себе позволить. С правой стороны дома точно такой же ухоженный с розами, с виноградами, с деревьем участок. Есть пристроенная часть к дому. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Кирпичная пристройка – это летняя кухня. Летняя кухня по площади небольшая. Площадь здесь порядка 13 квадратных метров. На полу лежит плиточка, стены также, плитки и потолок под покраску. Здесь работает на отопление газовый котел. Также заведена сюда плита, водичка. В общем, полноценная летняя кухня. Очень популярна на Кубани. Вот эта летняя кухня, чтобы на огороде все собрал, почистил, порезал, приготовил. И, как говорят хозяйки, чтобы в дом это все не тянуть. Вода здесь у нас центральная. И также на участке две скважины. Водичка везде по участку выведена, что тоже является очень удобным для полива. Обратите внимание, как организован двор, придомовая территория. Еще раз обращу внимание, черные въездные ворота. Мы заехали. Машины здесь 2-3 встают свободно. Далее в правую сторону придомовая территория. Она отбита таким штокетником, заборчиком. И далее это все вправо плавно переходит в навес, который выполняет функцию беседки. Здесь очень прохладно, тенисто. Будет комфортно находиться летом. Придомовая территория. Мы сейчас также с нее выйдем. Там, где виноградник и разные растения. Двигаемся прямо по курсу на поликарбонатовую дверку. И будем выходить, осматриваться с левой стороны дома. Напомню, что участок у нас угловой. Поэтому соседи здесь только соседи с одной стороны. Что тоже для многих, знаю, бывает комфортно. Итак, смотрим с вами придомовую территорию. Левой стороны дома, если мы смотрим на фасад. Какое огромное количество роз. Давно уже столько не видели. Прям хозяйка здесь насажала с удовольствием. Эти желтые, красные, белые разных сортов. И все цветет. Слева от дома надворная постройка, кирпичная. Это, друзья, у нас уличный туалет. Ну что, придомовую территорию мы сами все осмотрели. Давайте будем переходить к осмотру самого жилого дома. Напомню, что дом у нас 1992 года постройки. Дом полностью кирпичный. 115 квадратных метров. Дом на фундаменте. Ленточный фундамент. Армированный. Залитый бетон. Крыша сверху накрыта шифером. Как говорится, дом соответствует году постройки. Ну что, заходим в дом. Будем уже осматриваться с вами изнутри. Хорошая планировка у объекта. Хороший ремонт. Я думаю, что дом понравится и найдет своего покупателя. Итак, друзья, на входе у нас прихожая. Площадь прихожей порядка 12 квадратных метров. Стены здесь оклеены обоями. Потолок натяжной. На полу лежит ламинат. Далее мы переходим в такой большой, просторный также коридор, из которого идут жилые комнаты, жилые помещения. С левой стороны начнем осмотр дома. Слева направо. Слева расположилась первая спальня. Давайте ее посмотрим. Площадь данной комнаты большая. 22,8 квадратных метра. Очень просторное помещение. Стены оклеены обоями. Потолок натяжной, глянцевый. Пол данной комнаты у нас под покраску. Вот что было понятно по планировке. Справа мы вошли в дом. Далее я завернула налево. И мы посмотрели первую жилую комнату. И далее идем слева направо. Рядом с жилой комнатой у нас расположился санузел. Санузел в доме раздельный. Площадь данного помещения 1,1 квадратный метр. Стены здесь частично обои, частично плитка. На полу также лежит плиточка. Следующее помещение к осмотру – это ванная комната. Площадь ее составляет 5,2 квадратных метра. Стены облицованы плиткой. На полу лежит плитка. Потолок. Пластиковые панели набраны. Сантехника, друзья, в хорошем состоянии. Прошу обратить внимание. С левой стороны в ванне расположилась зона кладовки. Сюда спряталась стиральная машина. Такое достаточно просторное помещение. Далее мы с вами выходим и будем приступать к осмотру кухни и жилых комнат. В данном доме у нас 3 жилые комнаты. Следующая по курсу у нас с вами кухня в обычном формате, 84 квадратных метра. Угловой кухонный гарнитур поместился. Потолок здесь натяжной. Стеклопакеты установлены. Колонка работает на горячую воду. В целом очень уютное помещение. Дом в целом выглядит очень симпатично. Напомню, что у нас здесь 115 квадратных метров, 15 соток земли, 3 спальни. Дом в хорошем жилом состоянии. 8 миллионов стоимость данного объекта. Тем временем мы с вами осматриваем жилую комнату, площадь которой составляет 13,1 квадратных метров. Потолки также здесь натяжные. Пол под покраску. Обои поклеены в таком формате. Следующая жилая комната, друзья, вашему вниманию. Самая большая комната в доме. 27 квадратных метров площадь данного помещения. Это у нас зал. Обратите внимание, что тоже все очень чисто, уютно, аккуратно. Потолок здесь натяжной, глянцевый. Пол под покраску. Окна поменены. Стены оклеены обоями. И еще одно помещение жилое вашему вниманию. Жилая комната, площадью 13,1 квадратных метров. Хорошая по площади комната. Жилой дом с четырьмя спальнями. Поэтому вполне себе можно одну комнату, если это нужно, пожертвовать на кухню-гостиную. Соединить площадь комнаты с площадью кухни. Посмотрим с вами четвертую жилую комнату. Стены здесь оклеены хорошими обоями везде. По дому очень хорошие обои, замены не требуют. Натяжной потолок. Пол под покраску. И обои на стенах. Ну что, друзья, мы с вами осмотрели весь жилой дом. Еще раз пройдем посмотрим. Раздельный санузел. Зона кухни. Спальня. Самая большая комната в доме. Еще одна спальня. Причем люстры висят две одинаковые. Мне в какой-то момент показалось, что я в этой комнате уже была. На самом деле, очень хорошие жилые комнаты. Все мы с вами осмотрели. Если такой объект вам подходит, пишите, звоните. С удовольствием вам его покажем уже вживую. Наш офис, напомню, находится в поселке городского типа Ильский. Ребята оперативно подъедут и все вам покажут. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.